Люди верили в божеств всю историю цивилизации. Одни народы поклонялись природным стихиям, вторые — мифическим существам, а третьи — реальным людям. Культурологи со всего мира интересуются вопросом религий Китая, так как мало какие народы в своих мифах и легендах вели рассказы о сотнях разных богов, как это делали китайцы. Они часто обожествляли художественные образы, веря, что те покровительствуют отдельным чувством людей, любви, ненависти, тревоги, радости, надежде и другим. Ну а некоторые китайские боги и вовсе имеют прямое влияние на ход исторических событий, если верить мифологии. Итак, подборка наиболее интересных китайских божеств. В переводе на русский язык Тянь означает «небо». Это главное божество Поднебесной. Раньше ему поклонялись тысячи людей со всех уголков страны, Тянь в китайской мифологии играет главенствующую роль. По мнению жителей Поднебесной, именно он создал мир, все природные явления и, главное — людей. Под его контролем находится погода, человеческое поведение, чувства, словом, все. Раньше ему в обязательном порядке приносили жертвы, чаще всего, крупных животных. Люди, желающие постигнуть тайны мироздания и узнать, о чем думает Тянь, часами смотрели на небо. В поисках ответов на свои вопросы, они изучали движения звезд и других космических тел. Есть версия, что именно благодаря этому появилась астрономия. Очень популярный бог в китайских мифах, который изображается с человеческим телом и головой птицы. Бачжа имеет огромный клюв, символизирующий борьбу с насекомыми, в особенности — с саранчой. Люди верили, что он убережет их урожай от нашествия насекомых-вредителей. По древнему преданию, Бачжа собирает всю саранчу с земельных участков, умертвляет ее, после чего, судят. Гуанди — бог военной славы, доблести и богатства. В древнем Китае все воины поклонялись ему перед тем, как отправиться в бой. Они верили, что смогут одержать победу только в том случае, если Гуанди будет благосклонен к ним. Он также считается покровителем государственных чиновников. Лаигун — один из самых знаменитых персонажей восточных мифов, более известный, как бог грозы и грома. Когда на улице слышен гром, считается, что это Лаигун бьет себя по животу. У данного существа телосложения дракона, хотя его корпус больше похож на человеческий, он летает по небосводу, как ворон или летучая мышь широко расправив крылья. Китайцы верили, что земледелие появилось благодаря Шэнь Нуну. Именно он научил народы Востока работать с землей так, чтобы на ней прорастали плоды, благодаря ему появилось то, что сегодня зовут домашним хозяйством. Шэнь Нун — исключительно доброе существо, однако его внешний вид многие посчитают устрашающим, змеоподобное тело, коровье голова и львиный нос. Жушоу в мифах описывается как бог осени. Тем не менее, китайцы полагают, что Жушоу создал металл, который люди используют в повседневной жизни для работы, благодаря ему появились разные ремесла. Кстати, в храмах поднебесной статуи Жушоу всегда ставятся с западной стороны. Юиди. Один из популярных верховных владык Востока, описываемый в мифах, люди верят, что Юиди подчинит себе Вселенную, со всеми ее закономерностями и принципами. Жители древнего мира описывали владыку в красивом халате, сидящем на большом троне, а еще в его руке обязательно была нефритовая дощечка. Гунгун — божество воды, китайцы представляли его со змееподобным телом и человеческой головой. На макушке у Гунгуна растет густая копна красных волос. Китайцы верили, что именно он, виновник самых масштабных катастроф, связанных с цунами, штормами и наводнениями. Он посылает на людей бедствие, наказывая их за грехи. Основной антагонист Гунгуна, более известный, как бог огня, это Чжужун. Он занимает значимое место в китайской религии и культуре. Имеет тело зверя, но человеческое лицо, разъезжает по миру на огненной колеснице, которую тащат на себе два огромных дракона. Чжужун символизирует лето. В сознании людей ассоциируется с теплыми днями, солнечной погодой и теплом. И несколько слов о китайских богинях. Гуанинь — одно из главных древневосточных божеств женского рода. Гуанинь — знаменитая богиня сострадания и милосердия. Именно она наделяет людей этими качествами, заставляя их становиться лучше, чище духовно. Китайцы очень любят и почитают это существо, наделяя ее такими качествами, как доброта, красота и откровенность. По их мнению, она помогает людям достичь духовного просвещения, очистить разум и обрести в душе гармонию с миром и природой. Также они верят, что она способствует деторождению в семьях. Именно поэтому Гуанинь часто изображается на полотнах с малышом в руках. Сиванму — одна из самых почитаемых богинь Поднебесной. Согласно давнему преданию, она пришла на землю людей из страны мертвых, но при этом, сохранила свои силы. Сиванму оберегала человеческий род, даруя его лучшим представителям бессмертия. Она — жрица справедливости. Когда люди погрязли в грехе, именно Сиванму наслала на них пандемию чумы, также она в ответе за множественные погодные бедствия. Чжинюй — богиня ремесел, в основном, ткачество, она не только даровала людям навыки, но также показала, как их правильно использовать. Чжинюй — покровительница всех деятелей искусства, ее образ часто воспевают в народных песнях. Нюйва — одно из главнейших в Китае божеств женского пола. В мифах Нюйва описывается, как берегиня всего человечества. Она — добрая защитница, уберегающая народ от потопов и других природных бедствий. Но защита — не единственный навык Нюйвы. Она в ответе за продолжение человеческого рода, поэтому способствует сватоству и заключению браков между влюбленными.